Виктор Виколаев, все вопросы, пожалуйста, сейчас представится еще больше, потому что Ольга Владимировна только сегодня познакомилась и знает, а более подробно мы сегодня познакомимся и услышим беседу от нашего гостя. Пожалуйста. Пожалуйста, я предоставляю вас. Ребята, мы вам очень благодарны за приглашение. И это у нас, знаете, не лекция, не доклад. У нас не так много времени, но мы с вами давайте поговорим об очень многом за то время, которое есть. Мы с вами просто поговорим о жизни. Давайте поговорим с вами как с людьми уже взрослыми. Как будто вам не 17 лет, 16, а как будто вам лет 25. И поговорим очень серьезно. У вас впереди очень красивая и интересная жизнь. Вас ждет в жизни очень многое. Поэтому то, что я вам расскажу, на основе чего писались мои книги, что было в их основе, и что видел я, возможно, вам в жизни пригодится. Поэтому вы меня просто послушайте за то время урока, которое нам отведено. Мы с вами поговорим об очень многом. Но везде будет красной нитью проходить ваши личные взаимоотношения и ваша будущая семья. Ребята, это будет уже очень скоро. У вас наверняка уже сейчас есть какие-то хорошие личные взаимоотношения. У ребят хорошая подруга. У девчонки есть хороший парень. Это просто очень хорошо, что это есть. И в зависимости от того, как это будет дальше все складываться, будет зависеть красота вашей фамилии и вашего рода. Ребят ждет тоже очень интересное. Вас ждет армия. Еще какие-то в жизни моменты. У девочек своя хорошая профессия, которая будет вас сближать, объединять и кормить семью. Поэтому вы меня послушайте, как человека пожившего и что-то уже повидавшего. Мы с вами об этом и будем разговаривать. Будем говорить о парне и в том числе, ребята, поговорим о войне. Вот что такое война. Это не просто испытание для того, что человек оттуда возвращается, умрюл и злой. Ребята, дается война и посылается не для того, чтобы мы были в крови и была смерть. А война посылается для героизма и подвига. Мы с вами поговорим о подвиге и предательстве. Еще мы, ребята, с вами поговорим о тюрьме. Что такое зона. Это, знаете, это не романтика бандитизма, которую вам пытаются навязать через телевидение современное. А что зона – это очень серьезное испытание и горе. И горе прежде всего для родителей. И люди, которые прошли зону, у них принципиально ломается жизнь. И очень немногие возвращаются к нормальным личным взаимоотношениям. Поэтому вы меня просто послушайте. Моя судьба такая же, как ваша. Учился в средней школе. Потом поступил в военное училище. А говорить будем с вами откровенно обо всем. И когда я учился на третьем курсе, это было Курганское высшее военно-политическое лицо на училище. Город Курган, Сибирь. И произошла такая ситуация. Эшелон призывников с Кавказа. В ноябре месяце 79-го года под Челябинском устроил страшный бунт. В книге «Живый в помощь» это подробно описано. Это известная ситуация. И в результате вот этого бунта были убиты все проводники и проводницы. Убиты зверские. И тогда нас, курсантам, ребят вашего возраста, подняли по боевой тревоге. Вы знаете, когда звучит команда «Боевая тревога», то ты, 18-летний, уже это воспринимаешь так, как будто тебе лет 40. Это мгновенная мобилизация и ответственность за все. И вот этот мятеж был подавлен. Детали вы прочитаете в книге. Дальше мое образование уже изменилось, и нас стали готовить к войне, отобрав из тех, кто участвовал в подавлении этого зверского мятежа. Были отобраны примерно 15 курсантов, и нас стали готовить непосредственно к поиску ведения боевых действий и спасению личного состава. Это поисковая десантная группа. Нас ребята учили в очень многом. И учили опытные преподаватели, которые прошли не одну войну и не одно испытание. Нас учили терпеть боль, голод и холод, и жару. Нас учили терпеть холод, и спать при минус 10, и при жаре плюс 50. Долго оставаться без воды и еды. И даже в этом состоянии нас учили сохранять разум и самобладание, и боевой дух. Когда ты несешь на себе груз примерно около 30 килограммов, при жаре плюс 50, надо было за ночь пройти около 20 километров и выйти в нужную точку. И знаете, есть такое понятие «залечь черепахой». Залечь черепахой и ждать банк-группу. Потом навязать ей бой и идти к себе на базу. Или тебя забирают вертолеты. И вот все шло в относительно штатном режиме. Уже мы были на войне, были в Афганистане. Мы летали с вертолетчиками, с Николаем Майдановым, дважды героем России и Советского Союза. И все шло в относительно штатном режиме, какой бывает на войне. Это 2-3 вылета в день. Находили банк-группу, навязывали бой и шли к себе на базу. У нас был позывной «Эскобар». Мы взаимодействовали с десантниками, у них позывной «Чайка». Все шло относительно нормально до 3 января 1988 года. И произошла такая ситуация. Наших десантников зажали в центре Афганистана на высоте 3500. В январе. Очень холодно. Они с трудом выходили с разведки, все грязные, обмороженные. Почти все раненые. Из 22 человек в группе 6 убитых. Они их несли на себе. Никто никогда раненых и убитых не бросал. Их всегда вытаскивали на себе. Наших ребят мы нашли быстро. Я сейчас помню это время. 13-10. У нас было два верстолета Ми-8 и 4 Ми-24. Восьмерки завыслили на высоте 10 метров. Приземлиться мы не могли. Очень глубокий снег, и город заваривается. Можно было снести винты. 24-ки встали в крупном прикрытии, сбросили тросы, опустились, подняли десантников, поднимали как попало, за ноги, за руки, за живот. Пересчитали. На войне считают только по голове. Бывает ни рук, ни ног. И пошли к себе на базу. И вот здесь, при заходе на посадку, уже на свой аэродром, мы были сбиты. Я летал у носового пулемета и оказался самый живой. И вот когда в нас попадает ракета, вы знаете, специально для этого записывается в радиосвязь на борту специальный женский голос. на случай катастрофы. Это есть и в самолете, в современном, и тем более в боевой технике, в вертолетах. И вот радостный женский голос сообщает. Весело. Борт 1787. Пожар катакультироваться. Куда катакультироваться? Высота 10 метров. Скорость 110. И мы на этой скорости 110 падаем на хвост, на свое же минное поле и подрываемся. И вот я оказался самый живой. Летал у носового пулемета в кабине вертолета, в перлокской кабине. И вот от этого удара падаю на спину наших ребят. И вот от того, что я упал на кучу наших ребят, это больше всего спасло мне жизнь. Летный шлем разбит в двух местах. Сильнейшая контузия. Не помню, что там происходило. Как мог, выбрался из вертолета. И вот что я вам хочу сказать. Особенно вам, молодые люди. Знаете, вот есть такое понятие ёбнуло сердце. Ребята, ёбнуло сердце в подавляющем случае относится только к женщине. К матери, к жене. Вот ёбнуло сердце у моей жены. Она говорит мне, внезапно стало за тебя страшно. Она находилась от меня примерно на удалении более 5000 километров. И внезапно почувствовала беду. Вдруг, я не могу понять, как, но моё сердце написало молитву, хотя мы были некрещеные и в храм не ходили. Мы позже сравнили. Она была похожа на молитву «Отче наш». И вот она читала вот это «Отче наш». И пока эта молитва звучала, я ползал по минному полю весь в крови с разбитой головой. А плотность заминирования метр мина. И ни разу не подорвался. Потом был процесс примитивного восстановления, какой бывает на войне трое суток, и снова полёты, и снова бои. Потом закончился для меня Афганистан. Я вернулся в Россию, поступил в военную академию в Москве. И когда учился на третьем курсе и отвечал на вопросы преподавателя у доски, я внезапно потерял сознание. Меня доставили в госпиталь Бурденко, провели полное обследование, и диагноз был такой рак левой височной доли. На ней, колеченое слое на лицо лопнуло, гной пошёл в мозг. Врачи пригласили мою жену и сказали «Будьте мужественны тому, что мы вам сейчас скажем, и будьте к этому готовы. Мы вам скажем правду. Ваш муж в сознание не вернётся и проживёт максимум около трёх месяцев. Но операцию наделать будем – это наш долг. Ещё нужно ваше согласие». И вот что я вам ещё хочу сказать. Особенно вам, ребятам. Вы знаете, наша женщина, девчонка, создана таким образом, что когда вдруг, внезапно, в жизни случается закритический час, когда надеется не на что, она всё равно остаётся женой и любимой подругой. Она не теряет ни разум, ни самобладание. Она полностью контролирует свои действия и хладнокровно, абсолютно хладнокровно принимает правильное решение. Она сказала операцию делать. Вот что будет, то и будет. И вот когда началась операция, она встала на молитву. У нас дома был поясок, живых в помощи. 90-й боевой псалом. Такой чёрный поясок, который продаётся в каждом храме и монастыре. И ещё маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери. Мы однажды гуляли по Москве, зашли в монастырь, купили и забыли. Принесли домой и забыли. И они, видимо, для этого и были приобретены. И вот когда началась операция, она встала на эту молитву. Восемь часов шла операция, и она восемь часов читала 90-й боевой псалом. А моя дочь ей было шесть лет. И вот казалось, что понимает ребёнок. Но знаете, ребята, когда в семье любовь, настоящая любовь, в хорошей, крепкой семье, тогда дети, если вдруг что-то случается с папой или с мамой, или даже с бабушкой и дедушкой, дети мгновенно взрослеют и так же мыслят, как мыслят взрослые. И ей тогда было, наверное, не шесть, а двадцать шесть. Она сама достала картонную гонку, прижала к груди и сидела всю операцию, не просив любить и не есть. Вы знаете, последствия вот этой молитвы, вот этой любви и мастерству врачей, это всё закончилось тем, что мы сейчас с вами ведём этот разговор. Потом был долгий процесс восстановления, и вот когда я себя чувствую отставал относительно нормально, я служил алтарником, это храм Казанской Божьей Матери, которая колоннская. И была написана книга «Живый в помощи» за бедствие афганцам. Стал вопрос, как её издать. В союзе писателей я не состоял, и образования писательского у меня нет. Ну, просто писала моя душа, на память о своих друзьях. О подвиге и предательстве. Вы знаете, я больше всего писал о женщине, которая умеет ждать свою жизнь. Ребята, знаете, боевать гораздо легче, чем ждать. когда ты о себе знаешь всё, а вот когда от тебя неделя именит песен, потому что ты не пишешь. А так работает соевая почта. А когда ещё в твой гарнизон, да ещё в твой подъезд и на твой этаж привозят очередной цирк погибшего друга, офицера, без права вскрыть, а там нечего вскрывать, там всё в прошло. Надо оставаться с женой и продолжать ждать и содержать дом в чистоте и в уюте и воспитывать детей. И вот когда эта книга была написана, я уже алтарничал в храме, я стал подходить к Иоанну Богослову и просить его помощи. Причём надо просить примитивным языком, что её отчаянили, помоги мне Христа ради эту книгу издать, если от неё есть польза. Если пользы нет, ну как-то дай знать, и я её выкину. Или оставлю на память. И примерно недели через полторы мне звонит священник из Барнаула и говорит, я прочитал твою рукопись, я найду любые деньги, чтобы её издать. Я обрадовался, поговорил с ним, а потом спрашивал батюшка, вы из какого храма? Он говорит, а я настоятель храма, и она Богослововна. И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. Сегодня у неё уже 20 изданий, у неё тираж более миллиона, и в 2012 году я получал патриаршую государственную премию в храме Христа Спасителя из рук патриарха. Вот что, ребята, особенно вам хочется сказать. Знаете, у вас впереди очень красивая жизнь, очень интересная. У вас будут разные случаи в вашей судьбе. начиная вот от этой минуты и дальше, и по мере взросления у вас будет взрослеть ваша ответственность. Взаимоотношения друг с другом будут более взрослые принятия решений. Но у вас могут случаться такие эпизоды в жизни и ситуации, когда вы вольно или невольно, случайно или по своему умыслу можете друг другу сделать больно, взять и обидеть. Вы знаете, ребята, сделать больно, это не означает сделать больно физически. Сделать больно можно гораздо страшнее и более серьёзнее. Это взять и обидеть клеветой, какими-то злыми поныслами. Взять с кем-то объединиться, и обидеть девчонку или парня, давайте не будем с ним разговаривать. Вот эта боль, ребята, очень долго находится в душе. И она больнее, чем боль физическая. Даже она больнее, чем перелом. Тогда ломается душа, и ломается то, что у тебя есть в сердце. Но эта боль, ребята, излечима. Причём она излечивается очень быстро. Когда ты понимаешь, что ты неправ, ты подходишь к тому, кого обидел, и произносишь простое русское слово «прости». Вот «прости» за то, что я сделал. Когда подходят к папе или к маме, говорят «простите». Потому что на душе нехорошо. И, знаете, сразу становится легче. Вдруг отпускает. И вот что такое сила слова «прости» и что оно означает? Мы впервые осознали, полностью осознали красоту и силу этого слова. Это был 88-й год, лето Афганистана, когда наша группа получила задачу на размер-выход. У нас было в группе 12 человек, и мы были все взаимозаменяемы. Взаимозаменяемы, ребята, это означает, мы могли выполнять любую задачу. Мы могли быть врачами, снайперами, сапёрами, подробниками и так далее. У нас в группе было 12 человек. Но нас высадили не в том квадрате. Знаете, есть такое понятие «квадрат по улитке». Допустим, в квадрат 5, по улитке 7. Нас высадили в квадрате 5, по улитке 2. И мы почти сразу оказались засадью. Были такие злые, скоротечные перестрелки с душманами. Мы как могли пытались отбиться, пытались уйти, двое ребят убиты. Мы их пёрли на себе. Почти все были ранены. У меня было лёгкое ранение в левую кисть, по касательному пулю на вылет. Но, знаете, лёгкое ранение в бою не чувствуется. Совсем. Это так, лёгкое жжение. У нас был один офицер, которому во время боя кури срезало ухо. И он только на аэродроме, на базе, почувствовал, что я плохо слышу. Подрогал, а уха нет. Просто запеклась кровь. Мы как могли пытались отбиться, и когда поняли, что уже уйти не удастся, тогда принимается абсолютно штатное решение. Заполяница, то есть залечь. Это называлось «Залечь ромашками». Это, знаете, как вы представьте себе ромашку, и каждый лепесток – это мун. А в центре, жёлтенькая, туда крадём крест-накрест убитых ребят. Обзор по горизонту на 360, быстро делим боезапас, пересчитываем патроны. В последней трассе одна самострелы, и одна граната на троих на самоподрыв. И начинаем ждать. И вот лежим три минуты, двух их нет, пять нет, семь нет. И вдруг мы все в крови грязные. Начинаем внезапно шёпотом друг у друга просить прощения. Прости и прощай. Лёха, Сашка, Генка, прости и прощай. Жить осталось минуты. И не держи зла. И знаете, пока звучалось на ухо «Прости и прощай», и не держи зла, произошло следующее. Душманы прошли мимо нас, они почти наступили на нас. И нас не заметили. Знаете, ребята, это такова сила слова «прости». Когда прости, говорят родным и близким, учитель, родным и знакомым. И мимо проходит беда. Мимо проходит то тяжёлое, которое вот-вое должно было случиться, и оно, ударившись о простей, уходит в сторону. И на душе становится легче. И даже сбывается то, о чём вы мечтали. Вдруг получается всё по какому-то предмету, по которому ничего не получалось. Или вы познакомились с той девчонкой, или парень, к которым стеснялись подойти. И вдруг это знакомство наконец состоялось, оно действительно красивое и хорошее, и всё по душе и по сердцу. И вот когда эта книга была написана, было много поездок, старич, тогда пришло, ребята, желание написать книгу о другой войне. Книгу о тренинге. Она о родовом грехе. Вот что бывает в семье, или что бывает с картами, знать, если у него есть какой-то вид греха. Ребята, грехов очень много. Это та же самая клевета, тяга к воровству, к разборию, обмануть кого-то. Это всё виды греха. И за всё ребята придётся платить. Вот когда, знаете, иногда говорят, да, пустяки, это всё мелочи. Никто не узнает. Ребята узнают, и за всё придётся платить. И почему я взялся за тюремную тематику и о родовом грехе. Вы знаете, мы очень плохо знаем свою родословную. Вот в семнадцатом году было сделано всё, чтобы мы забыли свой род. Вот родословную собаку и кошек мы знаем хорошо. А свою – это дед или прадед максимум. Ничего нас хватает. И, знаете, у нас, наверное, нет ни одной семьи, которая бы зона не коснулась прямо или косвенно. Где-нибудь в третьем, пятом, восьмом колене. Вот это было. Такова устроена наша судьба. Это коснулось и нашей семьи. У нас в роду, в моём роду и у моей фамилии два деда по отцу и по матери герои Советского Союза. А родной брат имел две судимости за разбой и в итоге убит. Поэтому, что такое зона? Муки матери. Это всё прошло через нашу семью. И вот, когда эта книга писалась «Федеральная служба исполнения наказаний» мне оказала всяческую поддержку, я побывал везде, где хотел. Я встречался с самой разной категорией заключённых. Вы знаете, вот когда есть такое, ребята, понятие «поговорить по-человечески». И когда говоришь по-человечески, когда перед тобой сидит зал строгий режим и человек восемьсот. И когда начинаешь говорить по-человечески, я много раз был свидетелем, когда сидят здоровые мужики, им лет под семьдесят, у них по три, по пять судимости. Но когда говоришь о семье, о доме, о хорошей жизни, настоящей, о жене и детях, вот сидят вот эти мужики, и у них трясутся губы. Они тоже хотят добра и покоя. И они мысленно в душе каются для себя в том, что вообще в жизни случилось. А почему бы не жить по-человечески и хорошо? И вот когда эта книга писалась, у меня была встреча с одним столиком. Это был непростой человек, его, к сожалению, нет в живых. Было это на Урале, и его знали как Петровича. Столик двухметрового роста, крепкого телосложения. У него очень сложная и в какой-то степени легендарная была судьба. Он прошел Отечественную войну и штрафбат. Штрафбатен оказался за то, что убил Ночкрода за воровство. У него был орден славы, и его этого ордена решили за штрафбат и других орденов. И вот он мне сказал, «Я долго кувыркался по жизни, пытаясь найти себя хоть где-то. Но ни на что меня не хватало. У него однажды были моменты, когда зимой негде было спать, и чтобы согреться, он спал в сарае между коровами, чтобы хоть как-то согреться. И вот однажды, уже на склоне лет, под 80 лет, он говорит, на душе стало нестерпимо плохо и тошно. И вдруг мне захотелось прийти в храм и сказать простое русское слово «прости». «Прости за все, что я в жизни натворил». Его принял священник и не пожалел, что взял для этого старика. Знаете, он всегда отличался потрясающей чистоплотностью. Он никогда не говорил дурных и глупых слов. Он никогда не спернасловый. Кстати, хочу вам сказать лично, вам, молодые люди, когда вам пытаются навязать, знаете, такую романтику зоны, я просто вас хочу предостеречь. Ребята, в зоне пальцы веером не стали. В зоне ребята не матерятся. В зоне, если ты пытаешься дерзить и идти на конфликт с людьми, сквернословишь, тебя сначала очень не только жестко, тебя жестоко предупредят, что здесь так себя вести нельзя. Но если ты продолжаешь в зоне сквернословить, материться, тебе могут просто отрезать язык. И ты перестанешь материться навсегда. В зоне ребята курят там, где положено плыть. Не за углом и не возле того здания, где ты живешь или учишься. И если ты, зона, кстати, ребята, она всегда стерильная. Она просто вылизанная вся. если бы у нас была в миру так же чисто, как в зоне, мы бы просто восхищались. Она чище, чем Красная площадь. Но когда ты, если вдруг рискнуешь в зоне покурить и бросить не там, где положено, тебя заставить встать на камень, взять окору зубами, и ты будешь на карачках нести до курилки. Потом бросишь в курилку и будешь курилку вылизывать языком. И перестанешь курить навсегда. Поэтому когда вам вот эти вещи навязываются, знаете, вот эти пальцы веерами, запомните мой разговор, как себя вообще ведут там. В зоне, если влажаться спать, там тщательно стирают носки и все остальное, чтобы ничего не пахло. Там любят чистоту. И вот первый разговор у меня был с этим стариком Петровичем. И он мне тогда сказал А ты знаешь, где я умный стал? Вот окончательно умный. А умный я стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку. И вот тогда стою я, лежит мой друг Венька, рядом стоит старик и отец Василий, и вот тогда до меня дошло главное, что где бы нас, русского мужика бы носило, чтобы мы из себя не горчили и не представляли. Мы все закончили под Христом и при батюшке. С храмов Божьих Христы посносили, на кладбище так и не смогли. А потом помолчал и говорит, а ты знаешь, кто такой пахан авторитет? Пахан это авторитет, это сатана. А все воровские паханы, но все в шестерках. Как только от Бога отошел, так в эти шестерки и попал. Однажды, ребята, мы этому старику привезли то, что вы, к сожалению, смотрите довольно часто или каждый день. То, с чего вы берете примеры и по своей молодости и неопытности берете как образец для подражания. Рядом с вами есть люди, которые могут подсказать о правильности поведения, но нередко гордыня, не гордость, ребята, а гордыня вас невольно подталкивает на неправильные виды поступков. И когда вы посмотрите современные фильмы, которые текут рекой, как грязь с телевидения, вы берете оттуда примеры и пытаетесь порой подражать. Вот, возможно, вы помните, несколько лет назад вышел такой фильм о подростках во время Отечественной войны, он называется «Сволочи». Фильм надуманный и грязный. Кстати, многие актеры, которые имели отношение к этому фильму, понесли очень серьезное душевное расстройство. Еще мы ему привезли, чтобы он посмотрел и дал оценку так называемой музыкальной группировки «звери». Таких зверей сегодня много. У нас или звери, или сволочи, или ногу свою горь. В итоге мы здесь живем. Вот, ребята, есть такое понятие идентичное натуральному. Знаете, вот мое поколение, которое постарше меня, которое чуть младше меня, мы, молодые люди, воспитывались в большей степени на натуральном. Мы воспитывались на натуральных фильмах. На таких фильмах, как Иван Бровкин, Любовь и Голубь, Мужики, Отец солдат, Кавказская пленница. Это были натуральные фильмы. Там был натуральный юмор и очень глубокий смысл. Мы, ребята, воспитывались на натуральных музыкальных группах. Самоцветы, Бесюлые ребята, Песняры, Севры. Эти песни будут петь всегда. Там глубокий смысл слов и прекрасная мелодия. Вам сегодня предлагают или зверей, или зверей, или сволочей. И вот это мы привезли старику, чтобы он посмотрел и дал свою оценку. Нам было очень важно знать его умение. Все необходимое взяли с собой. Подключили аппаратуру. Старик посмотрел вот этот фильм поганый, послушал эту группу. У него на все ушло минут пять. Там много не надо. попросил выключить, помолчал и говорил «Вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что это не звери, это щенки, скоро будут шоколята. А вот настоящие звери и сволочи те, кто это придумал, профинансировал, выпустил мир. А еще передай, что на каждого зверя есть капкан, или своих загрызут», сказал старин. Поэтому, когда вы подобные вещи видите, знаете, ребята, рядом с вами всегда есть люди пожившие и познавшие. Вы не стесняйтесь подойти к ним и спросить житейского совета, насколько вам это надо. И вам подскажут. Подойдите к своим родителям. Не постесняйтесь и не постесняйтесь. Якобы вы уже в возрасте и вы все знаете. Знаете, я тоже был в этом возрасте. И я сейчас помню, сколько я раз сделал неправильно, основываясь на своих 16-18 лет. И сколько потом после этого пришлось переживать. Сегодня вам, ребята, навязывается, культивируется и красится такое понятие, как золотая молодежь. Вот, когда писалась книга «Разотцовщина», у нее двойной смысл. Это что бывает в семье, когда нет отца родного, или что бывает в семье, ты полный безбожий. Я побывал во многих местах в подростковых колониях, где сидят ребята и девчонки нашего возраста. У нас, ребята, сегодня сидит примерно 10 тысяч подростков. И по очень тяжелым преступлениям. Это не 60-е годы, когда сидели за родство. Сегодня сидят за убийства и тройные убийства. Причем из них почти половина сирот, которые в 17-18 лет впервые в жизни ложатся в чистую постель, которые в возрасте 17 лет садятся в первый класс. Поэтому, когда вам сегодня вот эти вещи навязываются, то хочу сказать, я был однажды в колонии, где сидят девчонки, 610 девочек. Это Белгородская область. Кстати, начальница колонии заслуженный учитель России. Очень опытная мудрая женщина. И когда закончился разговор с девчонками, я у нее спрашиваю, вот для новой книги мне нужно 3-4 поучительных образа. На кого обратить внимание? Она говорит на любую. Я беру на вспитку 4 личных дела. Оказалось, эти девчонки посмотрели фильм «Бригада», «Умер», они полностью скопировали действия этих фильмов, они взяли себе даже клички и имена этих актеров и совершили преступление, получив наказание на срок от 4 до 9 лет. А теперь давайте рассуждать, кого судим. Девчонок, да, не совершили преступление, но, видимо, надо уже принимать такие законы, что пора к уголовной ответственности принимать режиссеров, актеров, сценаристов и всех, кто имеет отношение к этим богатым фильмам. И вот когда я побывал в тех местах, где есть золотая молодежь, я, ребята, видел их поведение в этих ночных клубах, я видел их цинизм и хамство. И хочу вам сказать, что эта молодежь не золотая, там золота нет, не было и никогда не будет. А вот настоящая золотая молодежь, это ребята из золота высшей пробы. Это уже ваше поколение ребята из золота высшей пробы. Возможно, вы знаете о такой ситуации, как Женя Родионов, которого чеченские боевики взяли в плен в 96-м под Бамутом и сказали, сними крест и останешься жив. И Женя крест не снял. Его жестоко казнили. Но сегодня ребята уже есть иконы Евгения Родионова. Сегодня вот этот крестик, который нашла его мама Любовь Васильевна, а ей помогал искать боевик, который участвовал в казни сына. И они настолько были потрясены мужеством женщины, что они помогли это сделать. И вот этот крестик, медный крестик, он как из золота внешне, находится в одном храме, и люди идут к этому кресту. Еще ребята, золотая молодежь, это 6-я рота Псковской десантной дивизии. Вот эти 90 десантников несколько суток, все обмороженные в крови и грязными, погибло, в живых осталось 6 человек, но они все стояли насмерть и удерживали банк-группу из 2,5 тысяч. Они убили почти 500 боевиков. И в живых осталось шестеро. И вы знаете, сегодня они сделали казарму как храм. И туда, когда заходишь, там навечно заправленная кровать погибшего десантника. И у каждой подушки стоит фотография улыбающегося парня. И вы знаете, они туда заходят сами довольно часто, перед тем, особенно, когда улетим очередную задачу на Кавказ, они просто о чем-то разговаривают, о своем, мысленном. И вот когда мы говорим, есть ли у преступности национальность, знаете, на этот счет у каждого свое мнение, особенно у ребят воевавших. А вот у чего точно нет национальности молодые люди, национальности нету подвига, национальности нету милосердия и добра, когда люди жертвуют собой или делятся последним, не спрашивая какой-то национальности. Просто так человек воспитан и так устроена душа и сердце. Когда порыв требует, чтобы ты делился. Делился или спасал, или закрывал собой. И вот что вам еще хочется сказать? У меня однажды была встреча с одним непростым человеком, тоже Цоней. Знаете, эта категория людей не сразу идет на контакт ступень, и на разговор. Но если они тебе начинают доверять и чувствуют, что ты об этом напишешь правильно и не пошло, рассказывают очень многое. И была встреча с одним уже человеком в возрасте, который занимает непростую ступень в тюремной иерархию. И вот он мне тогда сказал, ты знаешь, чем отличаются слова воля и своеволия? Это, говорит, я здесь стал об очень многом задумываться и над очень многим размышлять. У меня была прекрасная семья. Жена, дети и свой дом и работа. И когда у нас было все в семье хорошо, я теперь понимаю, что мы тогда жили по воле. По воле родителей, совета родителей и по воле Божьей. А потом я решил жить по своей воле. Жить так, как я хочу и вы мне не указ. А вот, ребята, когда вы мне не указ, тогда идет наказ. Потому что, когда вы мне не указ и идешь против воли родителей, он говорит, это знаешь, это все равно, что плевать против ветра. Слюна и вот он мне говорит, если стало в очень многом задумываться, а ты мои мысли передай особенно молодым, кому-то в жизни пригодятся. Вот нередко говорят, бесплатный сыр в мышеловке, а ты скажи, что в мышеловке сыр самый дорогой, потому что крыса за него платит жизнью. Или говорят, на нет и суда нет. Так вот ты скажи, что заодно только нет. слух бывает суровый и жестокий. Нет, не буду слушаться родителей. Нет, я буду жить так, как я хочу. Нет, я не буду воспитывать своих детей, и я нашел лучше себе женщину. И за все придется платить. у у меня ребята была однажды встреча с одним парнем, ему тогда было лет 25. Он совершил очень тяжелое преступление, и его приговорили к смертной казни. Она временно приостановлена. И вот он мне тогда сказал, я никогда не был в храме. Я не знаю, как правильно ставить свечу и подходить к иконе. Но когда меня приговорили во второй раз, то до меня, говорит, дошло главное, что не надо быть умнее Бога. Мы же, говорит, умнее Бога бываем десятки раз в день, потому что смирнословие, непослушание, мысли о воровстве, это все умнее Бога. И вот однажды, когда мне стало совсем плохо, просто не выносило плохо, у меня, говорит, внезапно, за долю секунды, вдруг стали на глазах стремительно меняться физическая структура моего тела. У меня, говорит, на глазах я вижу сам, начали единеть ноги и покрываться инеем от стопы вверх. У меня, говорит, вдруг изменились зрение и слух. И я вдруг стал слышать, как паук плетет паутины. Я стал слышать, как по стене шуршит луч солнца. И вот тогда, говорит, я упал на колени и пополз в угол, чтобы там нацарапать ногтем крест. Но как только я туда дополз и хотел это сделать, я увидел, что кресты там уже были нацарапаны теми, кто сидел до меня. Знаете, ребята, вы в таком возрасте сейчас, что вы все равно придете когда-то в храм. Но, как сказал старенький отец Василий, лучше прийти по-хорошему. Ребята, прийти по-хорошему в храм, это не означает там пополиться, а подойти по-хорошему к своим родным и близким и их поддержать. И принять их совет как основу жизни. И вот уже подходя к концу разговора, знаете, вам сегодня навязывается еще такой вид культуры очень специфический, тоже идентичный, натуральный, который вы воспринимаете и пытаетесь это принять по отношению к себе. И вам кажется, что это красиво. Вот такой показатель внешности как татуировки. И вам кажется, что это красиво. У меня всегда проходят на эту тему разговоры с молодежью, которые не сразу меня понимают. Я в таких случаях задаю один и тот же вопрос. Вот как сейчас вам. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть бабушка. У кого есть бабушка. Спасибо, опустите. Ребята, представьте себе простую житейскую ситуацию. Вы придете домой и вдруг увидите, что ваша бабушка вся в наколках. Я вам это спрашиваю не случайно. Это, знаете, лет 17-18 кажется красивым. Но придет молодой быть время, когда вы будете мамой и бабушкой. и вся в наколках. И к вам подойдут ваши внуки и спросят, что это? Это не смыть эту печать позора и не убрать. И она останется с вами навсегда. Бабушка в наколках. Поэтому, прежде чем совершать какие-то жизненные, вот такие скоротечные, необдуманные поступки, еще раз просто вам советую. Рядом с вами есть мудрые люди, пожившие и познавшие. И спросите, насколько вам то или иное нужно. И кратко, о современном юморе. Сегодня, как не включишь телевизор, оттуда хохот грязный дьется с каждого канала. Даже взять тот же самый КВР. Ребята, мы воспитывались на другом КВРе. Это действительно был клуб веселых и находчивых, очень умных, сообразительных, остроумных ребят. Сегодня КВР можно перевести как клуб вырождения нравов, когда могут сквернословить прямо на первом канале, и разговаривать пошлем. И вы знаете, я вам что советую, когда вы будете смотреть современный юмор, наших юмористов, известных, так называемых, КВР, когда будете смотреть по телевидению, вы выключите звук. вы знаете, нам в свое время навязывали такое понятие, что человек произошел от обезьяны. И когда вы выключите звук, вы увидите, что человек действительно происходит от обезьяны. Когда иссякает интеллект и словарный запас, это надо чем-то компенсировать, гримасами и выжимками на лице. мы однажды провели такой эксперимент. Взяли экран компьютер, разделили на две части. Слева вывели обезьяну, а справа известную юмористку, которую вы видите каждый день. И выключили звук. И вы знаете, обезьяна выглядела гораздо интеллигентно воспитанной. Вот по тем гримасам, которые она кривляла. И вот уже подходя к концу разговора, знаете, что хочется вам сказать? Ребята, у вас впереди очень красивая жизнь, действительно. У вас будет своя судьба и своя семья. Я вам советую, особенно вам, ребята, в первую очередь, как бы ни складывались ваши взаимоотношения, что-то не получается на работе или где-то, что-то не получается при каких-то ваших обстоятельствах. Знаете, девочку надо беречь. Девочку беречь это означает, надо вести себя с ней так, чтобы у нее на душе и под сердцем всегда был покой. Потому что оттуда выйдет продолжение вашего рода. У нее всегда должен быть покой и уверенность в вас. И чувство надежности, что они находятся с тем парнем, который любит, бережет и всегда предан. А вам, девчата, я советую, парня надо вдохновлять всегда. и что бы ни случилось, он должен знать, что его это ждут дома, только и урвов. Ребята, мы вам благодарны за внимание и за терпение. Знаете, Россия очень маленькая. Да, с Богом мы с вами еще увидимся. Это вам сейчас кажется, скорее бы закончить школу и выпуститься. Но поверьте, пройдет полгода, год, и вдруг я по себе знаю, нестерпимо захочется вернуться сюда снова и побывать в тех классах, в которых получилось, где у вас было очень много юмора и хорошего. Подойти к своим учителям и посидеть даже за своей партой. Поэтому мы с вами желаем вам покоя и созидания в вашем выборе, чтобы все у вас было, знаете, говорят, что и все было слава Богу. Поэтому мы еще с вами до сих пор увидимся и также спокойно поговорим. Спасибо. Спасибо.